Балаковская команда «Протон» в очередном туре чемпионата России встретилась с казанским «Динамо». Даже без своего лидера Екатерины Гаму и спортсменки из Татарстана сумели дать бой нашим волейболисткам. Поддерживал балаковскую команду глава региона Валерий Радаев. Кто одержал победу в упорной борьбе, узнала Татьяна Кудасова. В первых двух партиях саратовская команда уверенно обыгрывала соперников. И только к третьей волейболистки «Динамо» почти догнали «Протон». К концу тайма 2-1 в пользу хозяев поля. Посмотреть игру балаковцы пришли с семьями, сопровождала нашу команду и их постоянная группа поддержки. Соперник саратовским волейболисткам достался серьезный. У «Динамо» 13 побед в предыдущих встречах. Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В Балаково девушки приехали без своего лидера Екатерины Гамовой. А «Протон» впервые выставил двух молодых игроков. Губернатор Валерий Радаев внимательно следил за напряженной игрой. На протяжении двух часов команды сражались на равных. Но «Динамо» все-таки вырвало победу у «Протона» и выигрывало со счетом 15-13. Валерий Радаев отметил, что на саратовской земле состоялся настоящий спортивный праздник. Мы сражались два достойных соперника. Конечно, лидер чемпионата «Динамо» в Казани стал победителем. Но при всем этом мы еще раз увидели, сколько у нас в резервах. И мы обязаны побеждать. И мы будем побеждать после сегодняшней встречи. Сегодня наш день. Сегодня победил наш флогин, стал чемпионалом мира среди юниоров. Сегодня победили наши КВЕ-шники в сочи две команды. Они вышли в премьер-лигу и будут показывать в ближайшем районе Центрального канала. Сегодня победил наш клуб по хоккею с мячом за марсом в 14-13. Но вот так. Поэтому у нас большие резервы. Мы вас поздравляем. Спасибо за спортивный праздник. Главный тренер саратовской команды игрой осталась довольна. Этот сезон для спортсменок складывается очень сложно. Но несмотря на тяжелые травмы, «Протон» не сдается и стремится попасть на высшую точку турнирной таблицы. Интрига, будем говорить, у нас сохранялась до конца игры. Я надеюсь, что мы будем прибавлять, так как у нас впереди соперники очень важные на выезде, где надо бороться и брать очки. После матча губернатор вручил всем участникам команд подарки и поблагодарил болельщиков саратовского «Протона». Татьяна Кудасова, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.